Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 3 августа. И по традиции рассматриваем валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, а также пару доллар-иена. По всем трем парам появились первые признаки окончания роста против доллара США, что может привести либо к серьезному развороту, либо к более-менее глубокой коррекции. По евро и фунту сигналы пока слабы, но динамика в целом намекает, что нисходящая коррекция скорее всего уже назревает. Зато в японской иене сигнал довольно уверенный. Последний восходящий импульс, судя по всему, сигнализирует об окончании нисходящего тренда. Итак, евро вырос по запланированному сценарию. К сегодняшнему дню уже была достигнута первая целевая зона в районе 1.1817. Ретеста уровня поддержки на 1.1571 не было. Несмотря на то, что после этого рост продолжился, второй уровень на 1.1931 взять не удалось. Цена остановилась, не доходя несколько пунктов до него, после чего начала снижаться. Это наталкивает на мысль, что в паре растущий моментум был исчерпан, и мы, вероятно, будем свидетелями развития нисходящей коррекции старшего порядка. Если данное утверждение верно, то на ближайшее время приоритет направления логично сменить с восходящего на нисходящее. И вот на актуальном графике данное утверждение еще требует подтверждения. Реализация сценария возможна при уверенном преодолении и закреплении ниже текущего уровня поддержки на 1.1735. Перед этим не исключен ретест сопротивления на 1.1817, отбой от которого также даст сигнал на начало снижения. В этом случае ближайшей целью для цены станет зона между уровнями 1.1620 и 1.1571. Сигнал отмены сценария и продолжения восходящего тренда поступит при росте выше разворотного уровня на 1.1931. Британский фунт также вырос в соответствии с ожиданиями, взяв оба целевых уровня на 1.2914 и 1.2994. Ожидаемой коррекции к поддержке на 1.2759 не случилось. Цена практически с того же места продолжила рост. По достижении целей рост продолжил развиваться, встретив серьезное сопротивление только на уровне 1.319. Учитывая контекст с последним снижением, вероятно, мы можем в данной паре также ожидать развития нисходящей коррекции старшего порядка. Если исчерпание восходящего импульса будет подтверждено, то разумно на данный момент сменить приоритет с восходящего на нисходящий. Ну и вот на актуальном графике о коррекционном развороте можно уверенно заявлять при формировании первой волны снижения. Актуальным этот сценарий может также стать, если состоится ретест сопротивления на 1.3119, отбой от которого нацелит пару к уровням с первой целью на 1.2914 и потенциальным проходом до 1.2788. Сигнал на продолжение восходящего тренда с отменой текущего сценария поступит в случае роста выше разворотного уровня на 1.3208. Весьма неплохо отработала цели пара с японской иеной, довольно точно достигнув обозначенные цели, откуда подала уверенные сигналы на разворот. С момента последнего обзора, где мы ожидали сначала локального коррекционного роста до 1.0599, рост этот остановился несколько ниже, около 1.0573, откуда снижение продолжилось. Цена сначала достигла первого уровня на 1.0566, а после некоторой консолидации протестировала 1.0439. Попытка пройти этот уровень успехом не увенчалась, вероятно поддержка на 1.0439 оказалась довольно сильной, поскольку сразу после этого цена стремительно выросла. Это серьезная заявка на разворот тенденции, либо на глубокий коррекционный рост старшего порядка. Ну и поскольку на актуальном графике сейчас практически сформировался первый импульс роста, логично предполагать, что примерно с этих уровней возможна локальная нисходящая коррекция в область поддержки на 1.05.06. Отбой из этой зоны сформирует очередной импульс роста, что нацелит пару в область 1.06.96 с потенциальным проходом до 1.07.33. Отмена данного сценария с продолжением нисходящего тренда состоится при снижении закрепления ниже разворотного уровня на 1.0439. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.